Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моём канале. В общем, по названию, думаю, догадались, но всё равно поподробнее вам немного расскажу. В общем, сегодня я решила устроить для себя вечер, именно для себя немного, там, не знаю, поделать масочки, принять ванну, там, не знаю, ну, что-то такое. В общем, решила сделать вечер для себя. Я сейчас сижу посередине своей комнаты, не знаю, что делать, но я решаю записать план, вообще, что я сегодня планирую на вечер. Я, вообще, чаще всего вечером пишу план на следующий день, но сейчас я напишу план на этот вечер, вот, поэтому вот я беру свой ежедневник, у которого уже закончились листочки. Нужно, кстати, вставить листы, потому что они уже закончились. Тут у меня вот так они открываются, эти колечки, и можно вставлять новые листочки, которые ты захочешь. Вот. В общем, сейчас я буду писать план на сегодняшний вечер, и потом уже буду делать разные дела, которые я запланирую. Я, в общем, записала все планы на сегодняшний вечер, на сегодняшний свой вечер, который я уделяю именно для себя. И первое, то, что я записала, я уже забыла, поэтому возвращаемся к плану и смотрим, что же я записала. Такс. И первое, то, что я записала, это йога 10 минут. Я очень люблю заниматься йогой, но у меня редко получается ей заниматься, потому что чаще всего... Ой. Потому что чаще всего я занимаюсь именно какими-то тренировками на все тело, или, например, делаю просто разминку или растяжку. И йогу я иногда забываю, пропускаю. Ну и делаю я, соответственно, не каждый день, но я, как бы, не знаю, иногда ее пропускаю, иногда не делаю. Но вообще мне очень нравится заниматься йогой, поэтому сегодня я так порелаксирую немножко, немного позанимаюсь, порастягиваюсь. Вот, в общем, займусь йогой. Сейчас я переоденусь в лосины и удобную футболку, вот, и начну заниматься. Я уже переоделась, надела вот такую футболку и черные лосины. Сейчас сделаю хвостик низкий, вот, ну, вот на такой средней высоте, чтобы он мне сильно не мешал. И начну заниматься йогой. Я не знаю, расстилать мне спортивный коврик или нет, наверное, я все-таки возьму спортивный коврик, потому что, ну, с ним мне удобно заниматься, чем просто вот на моем коврике круглом, который, ну, не совсем по размеру для йоги. Вот он мой спортивный коврик, я его, конечно, так завязала не очень красивенько в прошлый раз, поэтому расстилаем коврик и начинаем занятие. Продолжение следует... Друзья, ну, а после йоги я переоделась, распустила волосы и начала уборку, решила протереть пыль, потому что пыль скапливается достаточно быстро. Протираю пыль на комоде и столе. Друзья, в общем, я сейчас сделала гулечку и мы сейчас с семьей решили поужинать, потому что сегодня, ну, достаточно рано обедали и уже все проголодались. Вот, в общем, сейчас я пообедаю и потом я буду садиться за свой ежедневник, буду писать план, что мне нужно брать в дорогу. То есть мы, в общем, с семьей решили то, что полетим, ну, в скором времени мы полетим в отпуск, вот, и я сейчас буду составлять план, какую одежду я буду с собой брать. Я люблю все заранее составлять, потому что, чтобы ничего не забыть, если что, потом что-то записать и заранее еще собирать чемодан, вот. Ну, в общем, буду писать план, что брать с собой. Пока я сейчас иду ужинать, потом буду заниматься распределением одежды, буду писать, что мне брать, что не брать, буду советоваться с мамой, вот. А также потом я, скорее всего, пойду принимать ванну с солью, но я пока не знаю, какие у меня дальнейшие планы, вот. Но пока что мы идем ужинать, вот, а потом я буду писать уже план, что я беру с собой в отпуск. Ну что, друзья, я уже поужинала, мы еще немножечко посидели, поразговаривали, я еще писала план, какие вещи мне брать, советовалась с мамой. В общем, все дела нужны сделала, и сейчас я решила немного сменить обстановочку моей комнаты, немного решила ее приукрасить, сделать более эстетичной, более такой романтичной, не знаю, что это такое сделать. Вот, поэтому давайте сейчас обставим мою комнату какими-нибудь фигурками, еще я включу аромалампу. В общем, сделаю прям уют-уют. Но перед тем, как я буду обставлять свою комнату, я схожу в ванну и приму ванну с солью. Вот, мне почему-то захотелось очень принять ванну, у меня еще есть бомбочка для ванны, но я сегодня хочу именно с солью для ванны, с морской солью. Вот, поэтому я сейчас пойду набирать ванну и вам покажу, кстати, соль, с которой я купаюсь. Ребята, ну что, я уже в ванне, в общем, сейчас вам, сейчас буду уже набирать воду, но перед этим я вам хочу показать соль. Так, а она где? Так, вот. В общем, вот такая морская соль, она у нас уже практически закончилась, поэтому я буду добавлять вот последнее, то, что осталось, там это как раз мне на один раз. Рекомендуется продолжительность принятия ванны, это 15-20 минут. То есть я сейчас наберу, ну так, немножко воды, вот, сяду, посижу минут 15-20, потом смою эту воду, вот, посижу в соли, вот, потом спущу воду, вот, смою ванну и потом наберу еще одну тепленькую ванну и там уже посижу без соли. Вот, в общем, я решила так, потому что 15-20 минут, это для меня, мне кажется, маловато посидеть в ванне, я люблю побольше немного сидеть. Хотя, я не знаю, может быть, я и захочу потом сразу вылезти через минут 20. Ну, в общем, все, давайте будем набирать воду. Так, сейчас я затычка, затычка для ванны. Так, в общем, я не знаю, как это руками брать или нет. Я думаю, не надо руками. Я, короче, сейчас... В общем, это достаточно, я, как раз, все высыпала. Вот, там осталось 3 солинки. Вот, в общем, я не знаю, но она, как бы, осталась на дне, но, наверное, как надо. Я не знаю, вообще-то. Ладно. В общем, все, я сейчас буду принимать ванну. Я уже приняла душ после солевой ванны. Вот, и сейчас из холодильника я принесла тканевую масочку. Это маска, тканевая маска с гиалуроновой кислотой. Вот, в общем, я сейчас хочу сделать себе масочку. Так я, так как сегодня я решила себе устроить такой девчачий день, куда же без маски. Вот, я еще хотела патчи сделать, но я решила для себя то, что патчи я делаю утром. А вот масочки я делаю только вечером. Открою масочку. Опа. И посмотрим. Конечно, маска, опять, как и обычно, мне будет огромная. Потому что вот эту маску можно разложить на целых 2 моих лица. Вот, поэтому она очень большая для меня, но все равно я их сделаю. Ее. Ну что, друзья, я сделаю масочку. Вот так вот я выгляжу. Кстати, я решила для себя то, что маски я буду перед нанесением хранить в холодильнике. Вот, я сейчас ее достала из холодильника. Она такая прохладненькая, очень классная. В общем, когда я разговариваю с маской на лице, это выглядит не очень симпатично. Поэтому я включу камеру уже, когда масочку придется снимать. Ребяточки, я сняла масочку. Так, положу ее пока вот сюда. В общем, после того, как я снимаю маску, я делаю небольшой массаж лица. Называется Fields Building. Вы можете посмотреть видеоролики, также на ютубе. Как бы, ну, это такой массаж лица. Можно делать роликом, но у меня пока ролика нету. Я в скором времени хочу его заказать. В общем, делаю небольшой такой массажик. Вот, пока впитывается как раз жидкость, я разминаю свое лицо. Я уже сделала себе прическу. Сделала вот такой вот просто хвостик на средней высоте. Вот, и сейчас я принесла вот гель для бровей. Немного расчешу брови. У меня уже гель заканчивается, поэтому я скоро буду доставать тушь для бровей. Она таким немного коричневым цветом. Ну, она прям совсем чуть-чуть подкрашивает брови. Вот, и потому что гель у меня уже заканчивается. Ну, и тушь намного удобнее. Там у нее щеточка удобней. Вот, так немного опущу. И бальзамчик для губ. Эти бальзамы я заказываю на Reflame. Это не реклама. Вот, там бальзамы мне очень нравятся. У меня их очень много. Вот таких бальзамчиков разных вкусов. И бальзамы очень-очень хорошие. Они хорошо увлажняют губы. Вот, особенно если они трескаются или просто сушатся губы, то очень хорошо. В общем, все. Я немного привела себя в порядок. И сейчас еще я хочу, в общем, запланировать следующий завтрашний день. Вот, потому что у меня достаточно много на завтра планов. И мне нужно все записать, чтобы ничего не забыть. Потому что планы важные, дела важные. Нужно много всего успеть. Поэтому я буду все записывать. Друзья, ну что, я создала более такую классную атмосферу. Я сейчас вот сижу в фиолетовой комнате. Я вот сюда еще лампу свою поставила. Не знаю, можно ее выключить, а можно не выключать. Я, наверное, лучше ее вот так вот включу, так более красиво. В общем, я взяла свою новую тетрадочку. Ну, она не новая, в смысле другую. Не свой ежедневник. Вот, здесь я, в общем, сейчас запишу планы на завтрашний день. Вот, я очень люблю вообще записывать план на следующий день с вечера. Потому что, ну, мне, во-первых, на следующий день легче ориентироваться. Вот, конечно, я могу все запомнить и в голове, и все планы зафиксировать, что мне нужно сделать то-то и то-то. Но все равно я могу что-то забыть. А если я не хочу что-то забывать, то я лучше запишу в тетрадку. Друзья, ну, а на этом мое видео подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте оформлять подписочку, если вы еще не подписаны. Также не забывайте про пальчик вверх. А также не забудьте поставить колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем до новых встреч и до новых видео. Пока!